24 января. Татьяна, наверное. Не представилась девушка. Но вот название письма, в адресе письма Татьяны есть латинский. Ну, будет Татьяна. Письмо без темы. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, предположительная Татьяна. Смотрела много ваших видео, и мне очень близко все, что вы говорите. Спасибо. Очень хочется знать ваше мнение и в нашей ситуации. Попытаюсь кратко описать. У меня сын, 4 года, родился преждевременно, в 33 недели, с весом 2,20 кг. Кесаросечение был гистос. По шкале Абгар 6 баллов. Наши проблемы. В детский сад пошли в 2,8. В Ясли часто болели простудными, поэтому не было стабильного посещения. Две недели максимум и полторы дома. Просыпались, собирались нормально, но как-то только заходить в группу, как, видимо, как только заходить в группу, сын плачет, прямо орет, но с моим уходом успокаивается. В конце дня забирала веселого. И так весь год яслей и полгода младшей группы. Вот только сейчас пару дней уже не плачет. И вот сама суть проблемы. Сын ни с кем не разговаривает. Написано, не с кем. Сын ни с кем не разговаривает в саду. Но, видимо, ни с кем. И уже долго, с самого первого дня сада... Нет, что-то я... И вот сама суть проблемы. Сын ни с кем не разговаривает в саду. И уже долго. То есть все стало хорошо. Как бы ходит, не плачет, да? Веселого запирает, но ни с кем не разговаривает. С самого первого дня сада. То есть уже больше года не говорит доброе утро воспитателям. Или до свидания, когда идет домой. Ну, хотя уходит радостно, да? И в течение дня на просьбы воспитателя что-то сказать или повторить он молчит. Ему даже трудно сказать, что хочет туалет. Так трудно или просто не хочет? Речь развитая? Или просто не хочется говорить? На занятиях в саду в процесс не вникает. Сидит, смотрит по сторонам. Это я сама подглядела. С детьми тоже не разговаривает и не играет. На утреннике сидит, танцует, поет. А он просто стоит и позихает. Ну, стоит, наверное, просто смотрит. Еще ходили к неврологу. У нас был диагноз невроз навязчивых движений. После какого-то волнения он начинает моргать глазами. Либо крутит шею. Сначала лечили медикаментозно. Когда в сад не ходили, эти движения исчезли. Да, понятно. Сейчас появляются изредка. И на период проходят. На какой период? Дома тоже есть проблема. Когда приходим из сада, его встречает папа. Сын отворачивается и какое-то время не разговаривает с мужем. Либо, когда приходит бабушка в гости при встрече, ничего ей не говорит. Нечего ей не говорит. На улице, на площадке дети подходят. А дальше-то что происходит? На улице, на площадке дети подходят к нему, что-то спрашивают. А он молчит и уходит. Мы учим стишки. Быстро запоминает. Но рассказать для него очень же проблема. Опять же проблема. Он рассказывает полностью стих, стихотворение. Но не своим голосом и быстро. Как бы балуется. Песенки поет только когда играет сам. Говорит на двух языках. С папой на английском. Со мной на русском. В общем, хотелось бы знать этот такой характер. Либо можно как-то подкорректировать это поведение. Или может это связано с этим неврозом навязчивых движений. Заранее спасибо за ответ. Так, ну вы так и не сказали, что у вас с развитием речи все в норме. Или действительно человеку тяжело говорить? Давайте тогда буду предполагать и то, и это. Значит, если у ребенка речь в полной сохранности. 100% он соответствует 4-летней вот этой норме. 4, я говорила ребенку, да? 4, да. Если он сейчас соответствует на 100% 4-летней норме. И связанная речь. И описательные рассказы. И умение пересказать. Если с артикуляционным аппаратом нет никаких проблем. С слуховым каналом тоже нет проблем. Все нормально. Нет никакой эхололии. Ну, в общем, все, все 100% сохранно. То, то я бы провела бы обследование этого ребенка. Раз в родах были какие-то непонятности. Кесарево, низкий апгар. Раньше рожденный. И это, и это. То я бы, конечно, посмотрела бы, что у ребенка внутри. Чтобы уже быть уверенным. Сказать 100% на что в этой ситуации делать. То есть я бы сдала бы все микроэлементы однозначно. Потому что как только какого-то микроэлемента не хватает. Мозг и нервная система, и нейронные связи развиваются не так, как положено. Левое и правое полушария не связываются между собой. И отсюда возникают всякие проблемы с речью, с мышлением, с пониманием, с координацией. В общем, со всем. Вот. Посмотрела бы микроэлементы. Сделала ЭЭГ. Это прям вообще на первое место. Перед микроэлементарным анализом. ЭЭГ 100%. И вот что покажут вот эти хотя бы два обследования. Если все будет 100%, значит дальше посмотреть еще шею. Нет ли в шее зажимы. Это рентген, доперсосудов и шеи головного мозга. Если там найдется что-то на ЭЭГ. А если у вас есть тревожное состояние в виде навязчивых движений. Я думаю, что ЭЭГ что-то покажет. И когда вы справитесь с этими проблемами, которые у вас в процессе анализов, обследования, может быть найдутся, когда вы это все решите, тогда и само уйдет. И навязчивое движение, и барьер в общении, и поведение в социуме, и недоверие. Он же почему не разговаривает? Потому что он не доверяет этому коллективу. Правильно? Что-то настораживает. Он не чувствует себя защищенным. Не чувствует себя уверенно. А это что-то провоцирует. Откуда это приходит? Нужно разобраться с головой. Вот он наш процессор. Вот. Если с речью... Это вот одна сторона проблемы. Если все стопроцентно, хорошо. Значит, если другая сторона логопедическая здесь присутствует, нарушены, может быть, фонетические моменты, артикуляционные, понимание. Может быть, есть эхололия. Может быть, есть слуховая агнозия, когда он слышит, но не понимает, что ему говорят. Если есть дезортрия, господи, я не знаю, там эти логопедические всякие эти штуки, тоже, если вы сомневаетесь, все ли хорошо с логопедической точки зрения, значит, надо пойти просто к кальцистерному логопеду, и он вам скажет, в норме ваш ребенок или нет. Если ваш ребенок не в норме, значит, все эти проблемы исходят из этого. Значит, здесь разбираться. Но, опять же, на обследовании ЭЭГ 100% такие дети, которые рождаются с проблемами ненормативные в родах, то им обязательно раз в год вот этого обследования проходить до тех пор, пока невролог не скажет, что все, картина чистая. Тогда могут руки опустить. Не зная, что внутри, что-то предпринимать снаружи нельзя. Правильно? Как лечить человека, если мы не знаем, чем он внутри болен? Идем к логопеду, выясняем, все ли там хорошо по речевой части. Если не хорошо, значит, входим к логопеду на его занятия. Но все равно обследование ЭЭГ и микроэлементы обязательно нужны. Возможно, что все проблемы отпадут сами с собой, когда вы все это пополните. Так, здоровья вам. И мозг не делайте ребенку, пожалуйста. Лекции не читайте, пока не убедитесь, что внутри все сохранно. То есть это не характер, он не выпендривается. Дети редко выпендриваются на самом деле, очень редко. Они начинают выпендриваться только тогда, когда, вот характер свой показывать, когда вокруг них плохие условия для жизни. Не любят, бьют, ругают, пьют. Или наоборот, избаловлив, попу все целуют и ничего не требуют. Вот тогда дети начинают портиться. Когда вокруг ребенка все хорошо, и он ни с кем не разговаривает, это не значит, что он противный. Это значит, что внутри какие-то функции, может быть, неправильно работают, и в них нужно покопаться. Я предлагаю покопаться. 24 января, наверное, Татьяна, письмо без темы, 4 года, ответили.